Компания UmiDigi оставляет неоднозначное впечатление. С одной стороны, они иногда выпускают смартфоны, которые получают большую популярность и при этом имеют хорошие характеристики, да, там не лагают, ничего. С другой стороны, иногда они выпускают ужасные смартфоны, которые ломаются, у которых ужасные ПО. Это, например, UmiDigi S2 Lite. Внешне он был классный, но начинка полная просто... Они даже успели договориться с какой-то командой российских школьников, чтобы они сделали кастомную прошивку на более свежей версии Android. Как вы можете догадаться, и UmiDigi, и русские школьники просто обосрались. Сегодня же я расскажу вам про относительно свежий UmiDigi A3 Pro. У него 32 гига встроенных, 3 гига оперативки, по идее, неплохая сборка. Но UmiDigi даже с этой моделью успел уже немножко налажать. Ну или не немножко. Изначально этот смартфон выпустили на Android 8.1. После этого в продажу поступил ровно такой же смартфон, абсолютно. Даже модель так же называется, но только на Android 9. Пользователи думали, вау, UmiDigi, наверное, обновит прошивку тех, которые уже на 8.1. Но нет, UmiDigi сказали, что, ребят, смартфоны, которые вышли на Android 8, обновлены до 9 не будут. И все. Но я не стал отчаиваться. Я зашел на FAPDA, и местные энтузиасты смогли перенести 9 Android на версию с 8 Android. Единственное, что не работает, это сканер отпечатков. То есть, если вам не нужен сканер отпечатков, а вы уже купили версию на 8.1, спокойно накатываете бэкап девяточки. Работает намного лучше, кстати, чем восьмерка, плавнее. Ссылка на инструкцию по переходу на 9 Android будет в описании. Ну а мы поехали. Процессор МТ6739 наперед с 3 гигами оперативки и 32 гигами встроенной памяти. Есть поддержка актуальной для России Band 3 720. На нижней панели расположились отверстия для микрофона, microUSB и отверстия основного динамика. Диагональ IPS-матрицы составляет 5,7 дюймов и имеет крупный вырез под фронтальную камеру на 8 Мп. На задней панели находятся две камеры, одна на 12 Мп с апертурой 2, а вторая просто муляж. Задняя крышка выполнена из пластика. Первое, что бросается в глаза, когда мы берем смартфон, это его дисплей. Здесь достаточно неплохая IPS-матрица, плюс еще производитель налепил с завода сразу защитную пленку. Что до оболочки, то здесь классический голый Android. Вот прям вообще гол, никаких фишек от производителей я не нашел. На девятом Android смартфон работает куда шустрее, чем на восьмом. Очень жалко, что производитель опрокинул часть покупателей с обновлением. Что до корпуса, рамка здесь кажется пластиковая, задняя крышечка тоже пластиковая. Зато камера прикрыта кусочком стекла, то есть она не расцарапается быстро. Заодно еще раз взглянем на лоточек. Он тут крутой. На две сим-карты плюс карта памяти. То есть не нужно выбирать между картой памяти и сим-картой. Второго микрофона для шумоподавления здесь нету, но даже одиночный работает очень даже неплохо. Полифонический динамик так себе, но опять же, вспоминая цену, он хорош. К разговорному динамику тоже никаких претензий нету. Кстати, вторая камера это фейк, ни для чего она не используется. Хочу заметить интересную особенность. В звонилке у нас есть запись разговоров. Ее нельзя сделать автоматической, но во время каждого звонка вы можете нажать, типа записать звонок. Доступ к этим аудиозаписям у вас будет из файлового менеджера. То есть файл менеджер. Идете в корень смартфона. Вот сюда. И здесь будет папочка records. Вот, по-другому прослушать их, к сожалению, нельзя. Есть также эффект так называемый боке. Но это обычный китайский боке, то есть не настоящий. Это просто виньетка. Ну и фронталочка. Приветик. Давайте посмотрим качество фото. Дневные фото меня приятно удивили. Хороший баланс белого. Хорошая, ну, достаточно хорошая экспозиция. Хорошая четкость. То есть мыла практически нету. Повторюсь, этот смартфон стоит до 5000 рублей. Фронталка заметно куже. Есть мыло. Но, как бы, несколько фотографий на фронтальную камеру. Оцените сами. На ночных фото появляется мыло. Появляются шумы, нечеткости. Конечно, вечером фотать на него немножко осложнительно. Но если очень хочется, то можно. Фронтальная камера, конечно, отрабатывает еще хуже. Здесь просто шумы и мыло. Одновременно причем. Примеры вечерней дневной видеосъемки будут по ссылке в описании. Переходите и смотрите. Теперь у нас очередь синтетических тестов. Первое, что я всегда проверяю на таких дешевых устройствах, это количество касаний. Здесь у нас 5 касаний. И это значит, что здесь, в принципе, неплохой мультитач. Дальше проверяю датчики. И акселерометр, датчик освещенности, датчик приближения для звонков. И магнитометр, и компас, и гироскоп. Я уже обрадовался. Но потом вспомнил, что Юмидиги любит очень обманывать покупателей насчет гироскопа. И решил его проверить. Для этого я скачал специальное приложение под названием Гироскоп. Запустил симуляцию. И смотрите. Картинка дергается. Я не знаю, видно вам или нет. Я не дергаю, картинка дергается. Это третий смартфон от Юмидиги, который у меня на руках. И в двух из них производитель обманул нас насчет гироскопа. Мне кажется, это очень не очень. Нужно как-то закидать производителя жалобами, чтобы он или не подделывал его, или вставлял нормальный. Следующий тест это скорость LTE. Город Санкт-Петербург, оператор Yota. Мы смогли скачать со скоростью 128 мегабит. И выгрузить 36,6. Очень хороший показатель. Как ни странно, скорость по Wi-Fi оказалась ниже. 73 и 82. Навигационная система работает на удивление хорошо. Высокая точность. Есть поддержка GPS, GLONASS и какой-то еще китайской спутниковой системы. Что до Antutu, тут мы набираем 56, ну почти 57 тысяч баллов. Хороший процессор, хорошая память, но очень медленный GPU. 2,5 тысячи это ни о чем. Именно поэтому интерфейс иногда подлагивает. И последний тест это Geekbench пятая версия. Запускаем игру World of Tanks Blitz. Производительность графического чипа диктует, конечно, свои правила. Поэтому вся графика стоит, ну практически вся на минимуме. Да, я даже отключил HD звук. Так, стартовая частота 45 кадров в секунду. Вот. Картинка вроде бы не фризится, по крайней мере явно. Сейчас начнется экшен и посмотрим, как он это переживет. Надо... Все. Ханасики. Ну, в принципе, 30, 35, 40, 45 кадров в секунду вам обеспечены на минимальных настройках. Поэтому, если вам очень хочется, но бюджеты у вас маленькие, данный смартфон можно использовать для данной игрушки. Давайте подводить итоги. Что мне понравилось? Понравилось количество устроенной памяти, количество оперативки. Процессор хороший, вот только производительность графического чипа, ну, такая себе, на грани. Экран вполне хороший, сборка хорошая, автономность хорошая. Камера, конечно, не божественная, но днем фотоют, в принципе, хорошо. Для 4-5 тысяч рублей. А на этом все. Если вам понравилось, обязательно ставим лайки, подписываемся, вотк на пулечко. И включаем колокольчик на канале. До следующих видосиков. Пока-пока. Пока-пока.